Скандалом обернулся судебный процесс высокопоставленных полицейских в Шамкенте. Родственники правоохранителей остались недовольны вердиктом суда и пытались запретить журналистам освещать приговор. Угрозы, проклятие и даже баклажка с водой, пролетевшая над нашей головой, не помешали корреспондентам выполнить свою работу. Приговор четверым полицейским на допросе, у которых умер задержанный Нурбулат Жумабаев, прозвучал с включенными камерами с единственным условием судьи – не показывать лица подсудимых. Правоохранители обвиняли в совершении пытки в группе лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего и превышение власти с применением насилия в целях извлечения выгоды. Судья признала вину подсудимых и назначила тюремные сроки – от двух до семи с половиной лет. Приговором суда подсудимый Аймешев был признан виновным и окончательно осужден к семи годам, шести месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Подсудимый Женебеков признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Подсудимый Исаев признан виновным и осужден к трем годам и шести месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Подсудимый от Кыров признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. В смерти 31-летнего мужчины подозревали двух экс-начальников и аналитиков управления криминальной полиции, а также экс-начальника отдела криминальной полиции Харатауского района. По данным суда, в тот день высокопоставленные правоохранители выбивали из Нурбулата Жумабаева показания. Он был задержан с другом Сергеем Петровым по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года. В ходе допроса Нурбулату стало плохо. Не помогла и приехавшая скорая помощь. Медикам пришлось лишь констатировать смерть задержанного. Позже Сергей Петров рассказал, что их допрашивали 12 часов и к ним применяли физическую силу. Камер видеонаблюдения в комнате следствия не было. В Шамкен-Шумабаев по заявлению родственников приехал с целью женитьбы. На родину в Костанай доставили гроб с его телом. На прениях прокурор просил суд назначить всем подсудимым реальные сроки заключения. С этим согласились потерпевшие. Но полицейские и их адвокаты просили признать недопустимыми собранные по уголовному делу доказательства и вынести оправдательный приговор. Однако при вынесении наказания суд учел мнение потерпевших, наличие смягчающих и отягощающих обстоятельств. Подсудимые будут отбывать наказание в исправительном учреждении исполнительной системы средней безопасности. Срок наказания должен засчитываться с 30 июня 2023 года. Подсудимые Аймешев, Жанебеков, Исаев и Откиров лишены звания подполковника полиции. Суд также обязал взыскать с полицейских моральный вред. Каждый из подсудимых должен выплатить по 5 миллионов тенге. Потерпевшая сторона вердиктом суда осталась довольно частично. По словам адвоката, их не устраивает срок наказания. Мы, безусловно, довольны в части того, что они все-таки признаны виновными. Но сейчас мы хотим получить приговор и в итоге посмотрим, согласимся ли мы с назначением наказания срока самого. Потому что мы считаем, что все-таки им минимально дали непризнание вины. Потому что их неинкриминируемое деяние начинается от 7 лет до 12. А им почему-то минимально дали. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Адвокаты экс-полицейских намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Сторона защиты потерпевших также планирует подать апелляцию и увеличить срок наказания. Курки Мусибалиева, Ерламбик Саидов, Амантей Ольбеков, Александр Крапивкин. Информационная служба. Телекомпания «Утрар».